Ну, тюрьма шикарная, чудесные люди. Ты же не собираешься завтра выйти? Я говорю, ты набирай там на холодную погоду, на такую там. У тебя будет шкаф там. Меня часто спрашивают, кто твои учителя, кто твои учителя. Вот мы сейчас в гостях у моего учителя в банкинге, это Борис Тимонтин в Берлине. Боря был, есть и будет для меня банкиром номер один. Я расскажу случай, как я стал буряным подчиненным. Значит, у меня был руководитель, я его честно протерпел 9 месяцев. Причем, почему-то протерпел, как-то он заскочил на Киев-город, и он начал меня выживать, только потому, что я был не из Херсона. И как бы он меня так пушил, пушил, пушил. Я даже один раз привлек Хорошковского, чтобы он меня защитил. Он собрал нас всех, сказал, вы заебали, Ваня, ответь, Андрей нормальный парень, не морочь голову. Ну, Ване хватило ненадолго, месяца на два, где-то он у меня потом опять начал, но он творил черное. Короче, я вот отбыл себе внутренние 9 месяцев, потом думаю, все, Ваня заебал, мне надо передвигаться куда-то дальше. Открыл карту, уже готов был Житомир, тут раз Киевская область. Я думаю, о, Киевская область, никому не надо вообще. Из 26 филиалов она была там в рейтинге 22-я. 66 миллионов валюта была. Думаю, супер, у меня есть молодая команда, Жуковский, Клименко, Киселев, все, супер. Мы с Ромой пишем ночью бизнес-план, ночью, целую ночь в хребтале на бизнес-планах. И потом, значит, я к Валерии прихожу с бизнес-планом, показываю. Валера так наискосок прочитал, я понял, что ночь мы потратили зря. Ну, короче, говорит, ну ладно, это было 4 февраля. А Борис Владиславович, председатель правления, с ним не согласовали. И он уже там дал команду, куда-то меня оформляет. А Боря такой, ты что, совсем охуел, да? Он говорит, да, а что? Но говорит, я готов работать, я готов работать в команде. Типа, не повторится никаких мансов, да, там больше. Вот клянусь, что так будет. Прошу дать мне там. Ну, и как-то так убедительно сказал. Боря, когда последний раз интервью дал? Ой, давно, летом, наверное, 15-го года, а, 2 года почти. Когда я из тюрьмы вышел, вот, первая была. Тюрьма, не надо для украинского, вообще, стеблишмента. Нет, последний раз, после этого я отдавал еще где-то на экономизвестиях, по-моему. Ну, в последнее время, наверное, да, да. Так, первое время я, в общем, отходил, знаешь, я так, я всю жизнь очень интенсивно работал. Там, с 18 лет, как проклятые, да, там, стройотряды, ночной сторож, там, хвостема, повышенная стипендия, ребенок, 18 лет, алименты, там, 22, уже двое детей, заочная аспирантура, ну, в общем, так вот, да. 55-шестерок. Боря, это один из немногих людей, у которых больше детей, чем у меня. 6 детей, чем те, он. Хорошо, а вот если говорить, вот, сознание, да, вот, закрываешь глаза, Киев, Украина, вот, структура вещей, за которыми скучаешь? Что такое Родина, скажите, да? Прогуляться по Крещатику. По Крещатику, да, какие-то привычные, там, какое-то дерево, там. В этом доме я был в гостях, вот в этом доме я жил, я много поменял квартир по Киеву, да, там. А вот если сейчас, вот, был бы такой прибор, вот, не знаю, машина времени, и, и, у тебя, тебе можно было бы заказывать, где бы ты хотел оказаться, вот, прямо сейчас, вот, если говорить о Киеве? Ну, у себя дома, конечно. Ну, у тебя домов много было? Нет, ну, в последнем, дети маленькие, да, это все-таки. Там, семью создают дети, да, причем маленькие дети, да, уже большие дети, это уже, как бы, там, друзья твои, да, там, это близкие люди, там, но. Всегда важно, когда есть те, за которых ты действительно, там, отвечаешь, кто в тебе больше всего нуждается, кто у тебя берет больше всего этого. В Боре трое маленьких детей, у нас дети рождались с полгода запаса, у меня чуть раньше, через полгода в Боре скате. И, если у меня, соответственно, почти 8, 6 и 3, то в Боре… 7, 5 и 2. 7, 5 и 2, да. Причем прикол, билет работает 2 часа, на любой вид транспорта, в одну сторону. Ты можешь пересаживаться на С-пан, то есть на поезд, на автобус, там, на метро, да, то есть на ехать в одну сторону, 2 часа. Я бы он не сидел, не кредит. Как развивалась история потом, вот, я все собирался к тебе приехать после твоего голодания, после того, как ты был вынужден остаться. Ты собирался, ты хотел приехать, это был пост, апрель месяц, и потом, вот, расскажи поподробнее. Ну, это Франция, да, то есть я решил голодать, ну, как бы, там, я много почитал всяких, там, ну, не хотелось мне лечиться, там, традиционной химией, радиацией, да, там, решил, что много почитал, что у меня есть характер, я могу выдержать, я знал, там, голодание, диета, спорт, там, да, поехал во Францию. Было проблемно, надо найти какого-то, ну, человека, который будет тебя вести, да, это 42 дня голодать, как правило, все хотят 21 день. Это правильно, в принципе, я теперь понимаю, да, то есть я всем могу рекомендовать, да, потому что ты первые три недели ты голодаешь за счет внутреннего жира, да, ну, там, чуть-чуть еще, а потом, вторые три недели ты голодаешь за счет мышц, ну, понятно, да, всего-то. Я потом встать не мог, ну, вот, если ты, я садился, да, встать я не мог, при том, я каждый день гулял пару километров, да, я делал две зарядки японские утром и вечером, да, то есть, так, если я, там, обливание горячей, холодной водой два раза в день, вот, только вода 42 дня, 57 килограмм на выходе. В принципе, интересные ощущения, но, вот, как бы, ничего не проходит бесследно. Ну, такой интересный был экспириенс, конечно, тяжелый, была осень, Франция, во Франции, это Нормандия, Британия, то есть, это я был сначала в Британии, да. Морской климат, рядом море, достаточно холодно, солнышко, дождик, солнышко, дождик, ночью плюс пять, жил в старом доме таком, там, семья, у которой я жил, потрясающая семья, они живут, в этом месте, вот, скажи мне, как, сколько семья может жить в одном месте? Четыре года. С 1300 года. С 1300 года, да. Сейчас поддерживаешь отношения? Поддерживаю отношения, да. Причем такая семья, вот, у них, им когда-то принадлежало, там, десятки тысяч гектар, да, это, сегодня осталось 370 гектар, на котором гольф-клуб, и вот этот их замок, и эта семья, это брат, сестра, мать, старшая дочь, вот, в семье, в которой я жил. Семья такая трудовая, то есть старшая дочь, это дженерал-менеджер, брат, он отвечает за, как бы, там, всякие хозяйственные работы, управляет персоналом, реально. А вот мама, например, вот все, что вокруг, именно дома, где они живут, этого старого замка, ну, старый замок, это, понимаете, это не крепость, да, стены давно снизу, там есть остатки, там есть башенка, есть остатки стен, но это просто такой дом, да, трехэтажный, двухэтажный, с метровыми каменными стенами, поэтому жутко холодный, прогреть его невозможно, они, слава богу, поставили себе эту систему изготовления щипы, да, и, там, сами готовят воду, потому что иначе можно разориться. Батареи громадные, все время горячие, холод собачий, стоять. Я еще голодал, я и так-то толстый не был, и до голодания, я 73 килограмма начинал, вот, мерз страшно. А выходил сколько? 57. Ну, кстати, в общем-то, наверное, вот очень важный экспириенс в том, что человек не должен бояться голодать, да, потому что, вот, как часто люди говорят, люди в море тонут не потому, что там они плавать не умеют, а от страха, да, то есть, когда человек сдается, и вот ему кажется, что ему конец, там, на второй день, да, там, или как в лодках умирает на третий день, человек на третий день не может, в принципе, умереть, при наличии воды, там, и какой-то, Если вода есть, даже нет еды, вот, мой опыт показывает, да, 42 дня, каждый день пару километров прогулка, там, зарядка, вышел, общение, это, то есть, а если ты сидишь в лодке, извините меня, ты и дольше пройдешь. Скажем так, барьер такой, что, вот, там, тебе будет конец, потому что ты не поужинаешь, у меня нет, я говорю, в голове, понятно, ну, не обедаю и не обедаю ничего. Это полезно, но не надо было 42 дня, три недели, на мой взгляд, совершенно достаточно. А помогло это? Нифига не помогло. То есть, мне все это, еще мой гуру говорил, что, ну, пока ты анализы не делай, подожди месяц, там, организм перестроится, все будет хорошо. Через месяц пошел, сделал PSA, он, там, 8, не, 65 стал, был 85, стал 65. А сейчас как? После того, как я прошел химиотерапию и облучение, у меня он, там, 0,4 десятка. Смотри, химия, они снижают тестостерон, как только снижается тестостерон, у тебя сразу начинает падать PSA, и опухоль начинает сдуваться. А потом облучение, вот, это интересная машина, которая здесь, в Шарите, она вокруг тебя крутится, здорово сделана, как, гениально, потому что, ну, минус всех облучений был какой? Тебе облучает, вот, куда-то, там, сквозь здоровое тело, дальше через неделю у тебя начинается, уже тут ожог быть, да, через две недели это уже язва, там, ну, такие последствия, да. Такой стол в 3D движется, да, а эта штука вокруг тебя вращается, она все время царится туда, куда нужно. Тебе ввели, там, кусочек золота, как маркер, и она сама подстраивается. Даже, даже ты немножко сдвигаешь, на самом деле, ты же немножко, ты же не можешь, но тебе кажется, что ты же неподвижен, ты не режешь неподвижно, понимаешь, да? Ты не можешь, но все равно какие-то есть микродвижения, так вот, она сама подстраивается. Она крутится, и этот луч все время ходит, вот, по кругу, да, и, как бы, у тебя, у меня не было никаких прыщика, не было вообще, не то, что ожогов, там. А сколько это длилось? 42 сеанса. 5 сеансов в неделю. 19 тысяч евро стоило в Шарите вот этот весь курс, включая консультации профессора, пара-ра-ра-ра-ра, там, лекарства, это, все дела, плюс еще тысячу мне потом вернули. Расскажи про немецкую тюрьму. Ну, тюрьма шикарная. Это было одно из оснований, почему тебя надо экстрадировать. Это было одно из лучших впечатлений, да, потому что, ну, понятно, арест в аэропорту для меня был неожиданный, потому что у меня заверили, что у меня там ни в каком интерполе нету, я себе спокойно прилетаю, тут семья прилетает, меня там останавливают вежливо на паспортном контроле. Ну, даешь паспорт, они набирают фамилию, оп, сейчас одну минуточку. И спеша так собрались два парня этих, вышли за мной, значит, пойдемте с нами. Ну, пойдемте. Завели меня в участок, в Шонафельде, да, внутренне, он так внутри, он без окон. Там три камеры такие, как американская тюрьма, ну, вот коридоры и такие, ну, передние стенки нет, это решетка, да. У тебя такая лежанка есть, в этом коридоре есть туалет, там вода, вот, свет горит, там, я говорю, дайте книжку. Я говорю, да, пожалуйста, бери, открой вещи, взял себе книжку, ну, лежал, читал. Пришли потом, там, надо, хочешь, туалет тебе, кнопочку нажимаешь, дышки попил. Потом спрашивает, кушать будешь? Да, буду. А что ты хочешь кушать? Я говорю, ну, не знаю. Он говорит, ну, тут рестораны, какой хочешь, такой-такой. Я говорю, да, какую-то, говорю, мне там рыбку, какой-то салатик, да. Хорошо. Через 15 минут приходит, приносит мне, значит, ну, в таких. Взяли в ресторане эту разовую тару, да, там, картонная тарелка какую-то. Попить что-то принесли, я уже не помню, чай горячий, рыба, салат. Приносят мне бумажки. Они у меня взяли деньги из бумажника, там, у меня доллары были, значит, поменяли, там, 100 долларов пошли. Вот квитанция же обменки, 100 долларов на евро. Вот счет из ресторана, вот сдача, видишь, вот в конфертике, вот мы тебе обратно возвращаем бумажник. Покушал, позвонил, пришли, забрали, выкинули. Ну, вот так я попал-то я туда в субботу днем. Черного парня в наколках в варанжевом костюме не было в камере? Нет. Не-не, во-первых, кажутся, все камеры одиночки, их там три камеры, но я был все время, все три дня я был один. Вот. То есть все два дня. Это было суббота, воскресенье. В понедельник утром, значит, меня надели браслетики и пошли в машину, поехали в Котбус. Поскольку это Шонафельд, это округ Бранденбург, это земля Бранденбург, и центр ее в Котбусе, 100 километров от Берлина. Поехали мы в суд в Котбус, судья спрашивает, у вас есть социальные связи в Германии? Я говорю, ну как, друзья есть, нет, ну друзья нет, у вас есть там место жительства, семья, там, родственники, нету. Ну нету, тогда, значит, я вынужден вас подвергнуть, астрадикционному аресту. Понимаешь, что тебя ждет? Не понимаю, нет, это, знаешь, было как не со мной, да, примерно как вот ты участник какой-то реалити-шоу, да, вот так примерно. Это гейм. Да, гейм смотрел? Да, примерно, да. То есть я совершенно спокойный. А ты говорил, что тебе на тебя выходили люди и предлагали, чтобы ты заплатил там 500, чтобы тебя не... Ну это было там, это было... Не, они объявляли. Это было в 14-м году, когда я голодал еще. А тут я такой... Ну я дурак, надо было заплатить 500, я стебалюсь, да, там. А я этого не сделал, почему бы не сделал, потому что, ну, во-первых, я тогда уже голодал недели две, это такой тяжелый период. Две недели голодать. Ты агрессивен, злой, да. Тут вроде революция свершилась, там, ну, пришли к власти люди, которых я знаю хорошо, да, думаю, разберутся там, как это там. Версный личный парень. Да. Вот, никто разбираться не стал. Ну, как, спросили там генерального, да, там, кто это был генеральный из партии Свобода, его генерального. Который Хаят покупал? Ну, говорят, что он Хаят купил, я не знаю. Возможно, не покупал, да. Да, ну, в общем, того спросили, тот сказал, да нет, он там, то самое, эти, сидит там, да, поэтому на этом все и осталось. Вот. Ну, значит, повезли меня из суда в тюрьму. А везли меня те же два мужика, которые меня задерживали, вот так у них. Кормили? Ну, не, ну, кормили разные, там же смены, они по 12 часов работают. Да, вот те, что первые, вот они меня задержали, потом они меня покормили, да. И потом, вот в понедельник их была смена, и, значит, они меня, им досталось, они меня повезли туда, потом в тюрьму. Тюрьма красивая такая, значит, такая, как это, принцип против лома нет приема, значит, там стена 8 метров высотой, она вот такая метр толщиной, она так идет, потом еще расширяется, да. А сверху это спираль Бруно, сверху спираль Бруно, ну, а как ты вот 8 метров, ты никак не, еще на, вот с таким откосом, с отрицательным, даже если ты пирамиду построишь, то это очень сложно. А там сколько ты привезли? Ну, месяц. Как там было? Ну, вот привезли там, ну, очень все аккуратно сделано, знаешь, такая, ну, две пары ворот, только, ну, красивых ворот, заезжаешь, там стоят Мерседесы, Ауди, это персонал приехал, да. Зеленый двор, травка, вышли, прошли, там, приемный покой такой, эти пацаны меня обняли на прощание, я был очень тронут, представляешь, да, так вот нас, привезли тебя украинская милиция в тюрьму и обняли на прощание. Отдали, да, все деньги, да, понятно, да, вот это, ну. А чемодан с вещами уже забрало капелька? Нет, у меня с собой. Все с собой, да? Да. Все вещи, с которыми ты ехал? Все вещи, да, да, там мы ставим на стол, открываем, уже мужик из тюрьмы мне говорит, я уже с этим попрощался, ты выбирай, что тебе с собой брать. Ну, я что-то взял, там, костюм какой-то спортивный, там, маек хороший. Он говорит, да нет, ты выбирай, ну, ты же не собираешься завтра выйти? Я говорю, нет, ты набирай, там, на холодную погоду, на такую, там, у тебя будет шкаф, там, хорошо. Привезли мне тележку такую, сложил я эти вещи, ну, там, на тележке дальше, там, идешь дальше на склад, тебе дают матрас, подушку, просто, ну, в общем, пелье, полотенце, мыло, посуду, там. Вот, включая ножик, кстати, такой, с тупым концом, ну, в общем-то, ножик, хлеб режет. Вот, вилку, вильку, да, не ложку вот эту одну, да, вилку, ложку, вилку. Не алюминиевая? Нет, нет, нет. Тут, наверное, пенсионная система меньше ворует. У них там издается внутренний такой журнальчик, ну, и я читал. Ребята, цифра трогательная. 80 миллионов же населения, да, уже больше даже, да, 83 тысячи человек. 83 тысячи человек. Это 0,1 процента. Нет, ну, это те, кто сидят в тюрьме, да, там они приглашают на работу, рассказывают. Кстати, надзиратели получают 1300 евро, вот, все, кто у нас работали. А на какую тебя будут приглашать? В тюрьме? Нет, ну, в тюрьме, единственное, ты можешь работать следующее. Значит, в каждом блоке, вот, на 14 камер, есть один человек, это волонтер, доброволец, который получает 300 евро. Он, как бы, староста этой зоны, кусочка этого, он убирает. Потому что ты не повелся. А там место занято, там надо было. Голосное, да? Нет, ну, смотри, это... То есть ты пробовал, но по конкурсу не прошел, немецкого не знает. Нет, 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 ну, смотри, на самом деле именно этот человек работает, да, то есть это не староста нашу, которого все остальные пашут, а он деньги получает. Нет, он действительно все моет, чистит, убирает. У него там туалетная бумага, мыло там всякие, да, он все это раздает. То есть это работа для него. Но 300 евро в месяц, в принципе, ты имеешь право тратить 60 евро в неделю на магазин внутренний, поэтому даже у тебя еще, ну, грубо говоря, у тебя еще 60 остается. Интернета нет, тебе дают каталог. И ты, ну, такую дают, эту, и ты отмечаешь там. По-архаичному по-немецки. По-архаичному, да. Это, кстати, вот любая просьба, у них есть такая едет тележка, там, чтобы 10 видов бланков. Ну, то есть, например, если я хочу другую подушку, это один бланк. Если я хочу карточку телефона, это другой бланк. Если я хочу, чтобы мне что-то передали, какую-то вещь. У тебя это смешит, в принципе, все равно. Нет, это смешит. Я обалдел. Ты не можешь, например, тебе не могут ничего передать снаружи без твоего заказа. То есть ты должен написать, я хочу. Если я приду к тебе и передам тебе апельсин, мне не передадут. Не передадут, нет. А если напишешь, хочу сало? Если я напишу, хочу, да, понимаешь, да? Хочу, мне нужны брюки спортивные, там, причем надо писать размер, цвет, да, там. Да, это возьмут, да. Вот. Кормюшка, в принципе, значит, тебе раз в день привозят горячую еду, такой обед. Там такой из нержавейки поднос. И в нем же выпрессованы на тарелке, да, значит, там какой-то суп, какое-то второе, какой-то там соус. Это накрыто крышкой. Вот. И раз в день тебе дают типа сухой паек. А, в тот же, в то же время тебе дают сухой паек на завтрак и на ужин, да. То есть ты можно брать сколько хочешь хлеба, сыра, колбасы, масла, там, это, ну, практически. А кто соседи камера? Чудесные люди. Ну, это все длилось где-то до весны, до весны 16-го года. А потом сначала суд, поскольку я все время, ну, как бы аккуратно отмечаюсь, там, ничего не нарушаю, все нормально, да, суд сначала сказал, что ладно, пускай он ходит раз в месяц. Я еще месяца три походил раз в месяц, а потом уже летом, вот, прошлого года уже сказал, ладно, можешь не ходить, у тебя, там, как бы, ты ведешь себя нормально. Репутация, понятно, да. Мы прогуглили тебя. Да. А потом вот это вот решение про экстрадицию, суд, вот, вот эта тема как раз длилась? Вот это долго длилась. Ну, так, общими чертами расскажи, вот, что понравилось, что не понравилось. Тут работа такая, суд, по сути, работает заочно, да, судьи читают документы, да, и это главное, да, в уголовном, причем, ну, как бы, к вопросу эстрадикции он специфический. А кто хотел по экстрадиции? Кто бенефицировал? Украина. Ну, как? Я имею в виду, бенефициар реально, кто пушил дело? Ну, как, генпрокуратура, я был в рамках дела Курченко, да. Где генпрокуратура, там, менялись генпрокуроры, кто-то обещал, кто-то не обещал, что-то там, ну, или не было какое-то яркое. Кто-то особо не обещал, я не могу сказать. Смотрите, я для них, это я уже там, позже понимаю, да, что я был воспринят, как это подход прокуратуры, да, там, не искать, там, разбираясь в деталях, а схватить какие-то, ну, знаковые фигуры известные, да, их начинать, там, да, тем более, что общий подход, там, ну, как правило, что ты туда пошел, там, пошел, там, воровать, да, там, ну, по себе судят, в общем, ребятам. Ну, по мне, у меня такая. Ну, поэтому... При этом совершенно, ну, как бы, они, в общем, достаточно циничны, там, вопрос, там, виновен, не виновен, ну, в общем, никого не интересует. Вообще никого не интересует. Да, а вот суд, как рассматриваешь, изучали документы, что для суда являлось... Смотрите, я в суде даже ни разу не был, да, то есть, была сначала такая короткая апелляция, ну, первое, что мне надо лечиться, судья выпустил, пускай лечатся, да, и вообще никто меня не трогал. Ну, параллельно мы готовили, там, ну, такую большую апелляцию, собирали материалы, вот, когда я уже пролечился, отправили эту большую апелляцию в прокуратуру, и ты ее отправляешь в суд и в прокуратуру, да, они знакомятся, да. Какие-то встречные вопросы появляются, что-то доносят еще. Это уже адвокаты, ты как это? Я встречаюсь с адвокатами, адвокаты, в основном, кстати, ну, могут позвонить в суд, они, по-моему, туда ни разу не ездили физически, да, то есть, общение было на уровне почты, при этом ты по e-mail официально можешь отправить... Адвокаты местные, адвокаты украинские? Нет, адвокаты местные, конечно, конечно, местные. Это дорого? Это дорого. Ну, час сколько? Ну, дешевле, чем украинские, дешевле, конечно же, дешевле. Но в целом, там, за весь период, там, немало денег получил. Вот. Был такой очень неприятный момент, тяжелый для меня, значит, весной, 16-го, весной прошлого года, я достаю из ящика большой конверт такой, официальный, да, мне всегда присылают. Ну, вот, какие-то действия, какие-то решения суда, они присылают сначала на немецком и через неделю уже с переводом на украинский. Ну, я вижу, что это из прокуратуры бумага, открываю и она по-немецки еще даже без перевода была. Ну, я уже начинаю читать и понимаю, да, в конце, в результирующей части, что прокурор мне пишет в генеральной, что она не будет поддерживать требования эстрадикции моей. Ну, понимаем, да, прокурор не требует, адвокаты требуют, чтобы не было, ну, суд просто кивает и все в этом. Это очень хорошее. Изумительно, да, это вообще даже там, то есть, ух, я так выдыхаю и после проходит, это было типа среда, а в пятницу мне звонит мой адвокат и говорит, Борис, плохая новость. Прокурор получил документы из Киева, там работники посольства ходили в Лукьяновскую тюрьму, прислали документы обследования, включая меню, там, оказывается, еженедельное меню, там, из шести блюд обеды, там, все это они исследовали, там, чудесная тюрьма. Им показали камеру, в которой ты будешь сидеть на двоих, чистенько, красивенько, все хорошо, да, и, в общем, они снимают, они считают, что там все соответствует, да, и прокурор в результате... Да, все лечат от рака. Да, все лечат, вообще никаких проблем нет. Представляешься с Лукьяновского рынка. Да, все. Вот. А если помните, да, 16-й год, начало, там, прямо в самом начале года, одного парня убивают, второй умирает, третий, там, митинги около тюрьмы, да, все это. Ну, мы все это, конечно, документируем, передаем, плюс много решений европейского суда. Но для меня было это ужасно, потому что я, как бы, не просил прокурора, чтобы она сняла, да, там, я рассчитывал, что это суд решит. Тут вообще, как бы, там, без суда вообще все решается, по сути, да, и я был, как бы, там, счастливым человеком один день, да, сутки я был счастливым человеком, и потом... Что ты делал в этот день? Ну, очень... Вина выпил? Нет, ну, вина выпил. Нет, ну, я, я же такой, мне не надо алкоголя для... Не, ну, я, в принципе, ну, что же... Ну, вот, как сказать, когда у тебя на душе был тягар, да, и он спал, да, и ты, там, вдохнулся, рогоза раскрылись, там, красота. Это же, я, там, не, ну, как сказать, у меня, там, устойчивая нервная система, это не то, что я был подавленный, ходил, там, да, нет, но это все равно что-то, это, как бы, на каждого члена, даже члена партии, всех членов профсоюза давит столб воздуха, там, в 330 килограмм, да, а тут давил в 660. Ну, вот, тяжело было это, действительно, тяжело. И как это цель, чтобы это закончилось? Ну, мне адвокаты говорят, ну, как, ну, вот, она берет назад это, как бы, да, ее право, а мы, значит, она им говорит, давайте дополнение к апелляции, мы снова собираем материалы. Ну, какие факторы отзывали, как вы меняете? Ну, смотрите, мы нашли там штук 15 решений европейского суда по, на тему содержания в украинской тюрьме, да. Мы, там, мы переводили каждую неделю всю прессу, там, как раз в это время были постоянно какие-то негаразды в лукьяновской тюрьме, да. Как человек умирал, к нему никто, врач, не подошел, пока он не умер, там, от электротравмы. Электротравма, это смешно, да, там, его, ну, бытовым током ударило, не 10 тысяч вольт, да, а 220, да, там, и... Вот, все это мы переводили, давали, причем, ну, в таком плотном режиме, то есть, при этом это возможно здесь, то есть тебе, ты можешь все время добавлять вот что-то, да, кусочек. Да, прокуратура, пожалуйста, и не надо посылать том, 500 страниц, вот внутри странички, что там прислала, я почитала, хорошего отложила там. А вот эта, вот эта вот встреча с прокурорами украинской тюрьме... Ну, это же был уже конец шестнадцатого года. А, почему к этому дошло? Ну, мне позвонил Матиос и сказал, что, Борис Владиславович, а вы, как бы, там, кончаете баловаться уже, давайте уже там сотрудничать. Я говорю, да, я никогда не был против. Впервые вы мне позвонили, он мне прислал смс-ку, да, что, типа, это Матиос, возьмите трубку. Ты сразу поднял трубку? Я сразу поднял трубку и говорю, смотрите, я же не менял ни телефоны, ничего там, я передавал через, там, своих коллег. Да, триста десять, три тысячи. Да, что, пожалуйста, я в доступе там всегда был. Вот. Он говорит, ну, я хочу приехать, предложить соглашение и, соответственно, провести следственные действия. Я говорю, ну, пожалуйста, я только за. Он попросил меня дать согласие, ну, надо согласие с моей стороны. Я тут же дал согласие, подписал. Я даже не помню. Нет, нет, ну, я отправил, отсканировал, потом отправил в BHL, да, ну, вот. Ну, и на основании этого, имея разрешение, они уже обращались официально в прокуратуру Германии на просьбу разрешить меня допросить. Те сказали, да. Тоже проверили, кстати, через адвокатов, что это да. Действительно. Я подтвердил, что да. Вот. Ну, и дальше это было организовано вот. Под здами, там, такой бывший военный городок, а ныне там это база в полиции. И там такой, ну, вот казармы, знаешь, где раньше были казармы, там, советская армия. Советская армия. Советская армия стояла, да, ГСВГ стояла. Вот теперь это офисы, а там, где были плацы, между ними там теперь паркинг машин стоит, да. А в глубине такой клуб такой п-образный, тут столовая, значит, у них конференц-зал. Вот мы в этом конференц-зале заседали, кофе, чай, туалет, все очень вежливо. Он сам? Допрос ведет. Нет, ну, был Матиус, был Кулик и был, ой, сейчас. Я забыл. Хороший мужик, он у нас работал в банке когда-то. Он сейчас у них возглавляет международный отдел в Денпрокуратуре. Толковый, хороший мужик. Их было трое, и было два комиссара полиции. Главный комиссар, и комиссар полиции, и прокурор, и переводчик. Ну, и как бы меня не имеют права напрямую запрашивать. Следующий, он задает вопрос, я-то слышу его, конечно, да. Переводят немцам, они, ну, я уже говорю, мне не надо, мне уже не повторять, я слышал. Я отвечаю, там, ну, вот так вот идет треугольник. Процедура на них? Да, да. Да. И там, что являлось определяющим решением в кабинетах. Как я записал? У нас продолжение, вторая часть. Интервью с моим учителем. Суперпомпиром. Человечащим. У меня много идут, где-то есть по поводу Бориса Владимировича Демовкина. Мы говорили о процессе экстрадиции, финальном лишении, которое, по сути, предопределило твою дальнейшую судьбу. Я люблю то, что на них трогировали. Матиас приехал с чуваком, который у нас работал в банке и еще… Ну, Кулик, прокурор АТО. Почему АТО к тебе? Где ты, а где АТО? Ну, Курченко же террорист главный. Оказалось, что БТЭК 40 миллиардов вывел, и все деньги пошли на терроризм. Это… Нет, нет, нет. Это было… Там был вопрос… Немцы задали вопрос, а почему военная прокуратура занимается мной, да. Ответ был, вот, я процитировал. Они так переглянулись. А как вообще сложилось было заседание? Ну, первый день вопросы были заранее присланы. Какие вопросы на наших? Смотрите, процедура… Вот мой адвокат украинский, Игорь Фомин, когда послушал процедуру и права, он сказал, что я готов платить налоги немецкие. Работать по немецкой процедуре, да. Процедура корректная, то есть допрашиваемый имеет право задавать встречные вопросы следствию раз. Два, имеет право вносить… Прокурату задавать вопросы? Ну, тому, кто его допрашивает, какая-то может быть следователь. Ну, безразлично. Это общепроцессуальный кодекс. По вопросам на вопрос или вопросы потом… Нет, ты должен ответить на вопрос раз. Ну, ты можешь сам задать вопросы, он обязан тебе что-то ответить, да. При суде? Ну, я же не… Вот смотри, даже тебя допрашивают в полиции. Ты имеешь право задавать встречные вопросы. Они тебе тоже должны ответить. Ну, может быть, там они и ответят, тебе это не удовлетворит. А известно ли следствие, что там… Да. Нападавший и делал… Да, да. Ты можешь вносить ходатайство. И это официально регистрируется, да, сразу же, в процессе допроса. А не потом ты бумагу какую-то адвокат пишет. Вот сразу ты ходатайствуешь, там, провести какую-то экспертизу, например, да. Пожалуйста. Еще что-то там. В общем, очень… То есть, допрос ты, как бы, как такая, ну, полноценная сторона, да. А не как, там, созабительное существо, которое, там, ногами пхают, там, и противогаз одевают, да. Вот. Первый день, собственно, мы шли по вопросам. Там… Ну, украинский адвокат сказал, что его до сих пор не допустили к процессу. Это действительно так. Немцы дико переглянулись. Ну, украинская сторона объяснила, ну, это технические, там, какие-то… Это, типа, там, мелкие технические недостатки. Ну, недостатки, но… Тем не менее, так и не допустили. Вот сейчас допустили после двух решений судов, да. Первый отказал в Украине, да. Потом апелляционный сказал, ну, ребята, у вас нет… У вас нет резонов не допускать, да. Это был такой штришок очень серьезный, кстати, для немецкой стороны, да. Еще что? Потом мой немецкий адвокат сразу об этом говорил. Второе. Там были вопросы сформулированные с нарушением как украинского законодательства, так и немецкого. Ну, то есть, в вопросе не может содержаться утверждение либо подсказки. Понятно, да? Это украинский законодательный законодательство? Украинский законодательство? Поэтому мы, естественно, отвечали. Плюс адвокат обратил внимание опять на недопустимость в соответствии с украинским законодательством. И, собственно, точно такая же позиция и у немецкого законодательства. Ну, первый день был, в общем-то, нормальный в рабочем режиме. Потом все остались… в конце мы остались там вычитывать протокол. Они правили там до вечера уже. Вот. Ну и вечером была уже встреча с Матиусом. Ну, мой адвокат украинский. Вот. Ну, собственно говоря, речь зашла о том, что… Пойти на сделку. Пойти на сделку, да. Он привез с собой драфт этого соглашения. Вот. Соглашение составлено, в принципе, в рамках украинского законодательства. Там, ну, там, скажем так, у него не очень большая свобода маневра в этом плане. Суть его следующая, что ты должен признать полностью все те предъявленные обвинения. Раз. Два – ты обязан выступать свидетелем обвинения по всем следующим процессам, по всем эпизодам. Три – ты обязан, там, возместить определенную сумму, ну, материального убытка, да, там. Вот. Это решение подписывается, ну, вот мог Матиус подписать и я, и утверждается судом. Значит, в этом… дальше, что я получаю за это? Срок пять лет со срочкой исполнения приговора. Ну, это не условно, но фактически, да, если пять лет ты не нарушаешь, грубо говоря, там, ты, там, не знаю, где-то там периодически отмечаешься, ты, там, если хочешь поехать за границу, тебе надо получить разрешение. Ну, то есть под неким таким находишься ограничением, ты не совершаешь никаких преступлений, да, без ограничений на профессиональную деятельность. К банку можно работать? Да, да. Ну, это уже, там, Насбанк решает, да, там… Может они, да? Да, сегодня, там, вроде, нельзя, но, во всяком случае, там, да, ты можешь работать. Собственно говоря, все, как бы так, ну… Внешне нормально? Внешне нормально, да. Подводные камни? Подводные камни. У меня, там, пять… нет, четыре. Подводные камни. Да, четыре пункта – педозры. Вот, по-первых, это то, что организовывал Межбанк из брок-бизнеса на Риал, и ничего не вернулось. Ну, а второй, третий, четвертый – это, там, все последующие вещи, которыми брались деньги, там, у Насбанка, у Агрофонда. Я еще не помню. А, у Укргазбанка, да, выводились и так далее. Ну, как бы, к Межбанку я имел отношение, я, действительно, этим занимался. Занимался подклятвенное обещание получить рефинанс и вернуть. Я проверил у Насбанки, что рефинанс реален, да, я понимал, что эта сумма там… Примерно просто, да? Ну, больше даже, да. То есть, типа, они просили 830, получили они, по-моему, 680, а там, сумма долга была 600, скажем, Межбанк. И я понимал, что большие расходы шли, там, на покупку холдинга отдали, там, 120 миллионов. Клуб купили футбольный, там, ну, как бы… Куда деньги? Куда деньги было, понятно, шли, да. Вот. То есть, поэтому, как бы, я мог говорить и отвечать, ну, да, обманули тебя, ну, значит, правил халатное, да. По всем остальным эпизодам, ну, вообще никак не участвовал, там. Как за эпизоды, что ли? Ну, получение денег, там, из Нацбанка, из Агрофонда, из Укргазбанка, там, всякие схемы хитрые, да, по которым деньги выводились. При этом там я был сформулирован не просто как участник, а как глава. Да, то есть, вот как главный идеолог, который создал, да, там, при этом, там, договаривался с людьми, там, из Нацбанка с первым замом, там, с главой Агрофонда, да, с министром сельского хозяйства. Я их, блин, ну, понятно, что первого, первого зама я знал, да, там, там, главу Агрофонда, я вообще никогда не видел глаза, да, с министром сельского хозяйства за год до этого познакомился на ком-то совещании, больше никогда не видел, да. Ни до, ни поздно. Да, а я по обвинению, я выступаю, там, главным организатором, я их собирал, инструктировал, придумывал алгоритмы, там, контролировал, пушил их, да, и я должен идти свидетелем обвинения по ним, при этом, в случае невыполнения мной условия, это решение, вот, вся эта сделка легко аннулируется. Я говорю, ну, смотри, я, как бы, там, за себя, там, да, я готов отвечать в суде, там, да, и, там, да, я какой-то, там, ну, доверился, да, скажем так, а по тем я никак не могу, я не могу быть свидетелем обвинения, понимаешь, я вообще никак не участвую, я могу быть только лжесвидетелем осознанным, я никогда такого не делаю, и, как бы, ну, я не могу такого делать. Он говорит, ну, я тоже ничего не могу сделать. Я говорю, ну, как, измените эту пидозру, выкиньте оттуда, понятно, да? Да, тем более, что, понимаешь, у них, там, по сути-то, ничего нет, да, я не подписывал никаких документов, там, да, я не участвовал в никаких совещаниях, то есть, проверить, то, что это мне участвовало, легко, при желании, да, ну, опросите людей, опросите, у меня большинства нет контактов в телефоне, да, опросите людей, кто участвовал, кто вел переговоры, кто командовал, у меня там уникально, А у меня вот в этой эпидозре, я посчитал, 86 раз встречается фраза, что я там что-то придумал, и потом была операция выполнена в банке неустановленными людьми. Вот представьте, в банке неустановленные люди выполняют какие-то операции на миллиарды гривен. И вот 86 раз встречается эта фраза. В самом деле это шпакует. Это полный бред, да, там именно в банке, когда каждая бумажка подписывается. Как это неустановленные люди? Люди есть там, да, там, грубо говоря, весь персонал остался на месте, понятно. В других банках работали? Ну, да, все там, да. Все, кто работал просто персонал в банке, все в Киеве, да, никто никуда не бегал. Вот. Ну, в общем, говорю... Не менее ты взял время подумать? Я взял, я говорю, давай я ночь пересплю, там, хорошее правило, действительно, не надо никогда говорить ни да, ни нет, там. Он говорит, хорошо, давай до утра, до утра думай. Пришел как-то так, сел вечером. Покрутил головой. Вот. Переговорил тоже там с родственниками. Мне говорят... Да. Ну, это же решение, причем, знаешь, чтобы мне было интересно. Обычно женщины в этих вещах выступают слабым звеном. Ну, они говорят, да бог, подпиши, там, да, будешь дома. Ну, да, это обычное, да, там, не ходи, да, там, кого-то убивать, да, не ходи, там, там тебе надо. А тут меня так приятно поразила, жена говорит, да пошли мне там, чего-то ты. Пошли, не нари. Так, причем, не колеблюсь, сразу, ты знаешь, я говорю, ну, слушай, ты мне как это, прямо... Отпускаю тебя, отпускаю грехи, да, все. Супер, да, супер, класс, да. Ну, выхожу там, мы как раз... Еще вот я тут сидел, там, что-то читал. Игоря зову, говорю, Игорь, ну, Фомин, да, адвокат мой. Я говорю, ну, все, решил, что не буду. Он говорит, ну, правильно. Я, говорит, тебе не говорил, я специально тебя не трогал до утра. Я такого же мнения, но я считал, что ты должен все-таки сам решить. Вот, мы утром пришли, сказали об этом. Ну, тогда была какая-то такая реакция, типа, там, ну, а почему? Я повторяю еще, да, нам не нужны эти люди, там, ну, все остальные. Нам ты нужен против Курчинга, да, там. Я говорю, ну, хорошо, где это видно, да, вот, из-за того, что написано. А завтра вам будет нужен вот этот. Ну, это же объективно, да, кора, идет процесс, что-то не получается, там, а ну, дерни этого свидетеля, ну, давай. Ну, ты обязан. Конечно, да, ну, как. Ты обязан показать. Ну, я бы сам так использовал, да, если кто-то мне нужен в какой-то деле, там, ну, давай, дави, там, ну, пускай подтвердит. Зная, тем более, да, практику работы, да, так и будет, да, вы просто там. А там у них есть право все отмотать назад. Да, если я не выполняю условия, они пишут в суд, что я не выполняю каких-то условий, все. Правильно ли я понимаю, что если... Смотри, если я подтвердил, признал все обвинения, а по обвинениям я являюсь главным действующим лицом, как это, мозгом и организатором, да, и пушером, и оперативным менеджментом всех этих операций, то я же это признал. А теперь приди в суд, и вот этот человек сидит в клетке, и подтверди, что ты признал, и что вот расскажи. А я же не знаю, мне расскажут, где я с ним встречался. Ты же понимаешь, да, как это, как делать постановочный процесс, это понятно. Теперь расскажут, где ты с ним встречался, и как он там не хотел, а ты его заставлял, там, а потом это... Уговаривал. Да. Ну, вот это я реально. Да нас это не интересует. Я говорю, ну, как не интересует. Тогда уберите этого, уберите этот... Я говорю, то, что я знаю, я могу участвовать. Вот это, собственно, и было. Ну, и второй день допроса, как бы... Агрессивнее? Да, начинает, кулик начинает агрессивно. Какое там, а что вы там, какая зарплата? Ну, 100 тысяч долларов. Так что вы нам рассказываете? За 100 тысяч долларов в месяц, там, вы там что-то... Не решали. Должны были решать за такие... Я говорю, так я получал половину от этой суммы, там, не было ничего решать, да? Да, не рассказывайте. И вот так, в таком тоне, обрывает, перерывает. Где-то часов в 12 мой немецкий адекват говорит, Борис, говорит, я советую прекратить допрос, потому что, вот, с точки зрения немецкой стороны, то, как он себя ведет, если ты на это, ну, как бы, реагируешь нормально, то это означает, что ты виноват, и ты, как бы, оправдываешься, да? Четко у них будет мнение, давай, говорит, я сейчас попрошу перерыв, ну, обычно у нас в час дня мы шли кушать, а вот я попрошу сейчас, мы устали там, а такая нервная обстановка была, действительно. И мы там еще переговорим, хорошо, пошли кушать, все идут там, паркурор генеральный, да, подносик, на 8 евро салатик, земли, ну, как, это же государство, это не как область. Германия федеративное государство, которое состоит из земель, каждая земля, это государство, оно имеет свой парламент, фа-фа-ля-ля, да, прокуратура, да, нет, ну, это гораздо большими, ну, здесь область, область, но их же мало, 9 земель всего, да, 20, 23, как он, 24, без Крыма сегодня, это, поэтому это, это действительно крупная, со всеми правами, у них есть, у него есть представительство в Берлине, у каждой земли, да, своей, посольство свое есть, посольство свое есть, посольство свое есть, да. Все идут с подносиками, компот, да, никаких халуев, с подносиками, компот, этот хлебушек, салатик, второе, ну, мы за разными сидели там, они сидят, эти, эти, так, сидят, тут, сидят, но все это общая столовая, да, в которой какие-то полицейские приходят, кушают тоже в это время, да, там, абсолютно, ну, да, которые работают в этом комплексе, да, это общество, никакой там спецзоны нет, вид, зала там, и так далее, да, вот, ну, мы сели еще, уже втроем переговорили снова, в цикле, ну, и говорит, ну, в общем, как бы, видней, моему немецкому коллеге видней, я говорю, ну, хорошо, я не против, покушали, идем назад, садимся, мой немецкий адвокат говорит, у меня есть заявление, пожалуйста, я считаю, что в таком тоне, как ведется допрос, и допрос продолжать нельзя, вы видите, как этот человек ведет себя здесь, а вы представляете, как он ведет себя у себя в кабинете, а как он ведет себя в комнате для допросов в тюрьме, представляете? Да, он куликами, да, он куликами, все так переглянулись, вот, и вообще он не имеет права морального так себя вести, потому что вот материалы Deutsche Welle, дело на него передано в суд за коррупцию, у него там три квартиры найдено, две по 200 метров, одна 140 метров, жена его ходит в клуб за 20 тысяч долларов, год у девок вообще глаза, а в Германии нет клуба, классный клуб, это 120, самый дорогой клуб, это 120 евро в месяц, и не вперед платить, а потом, да, да, Первый раз надо заплатить, а потом ты платишь после чего не в конце месяца, вот, они так переглядывают, да, да, вот, видите, вот, дает им из Deutsche Welle эту штучку, дело передано в суд на него, там, и тут кулик скакивает, да, это мне, вот, генпрокурор доверил там, и, понимаешь, он так рассказал, что, типа, вот, ему доверили это дело, чтобы, правда, ну, как бы, для него это шанс, а это полностью нарушает, значит, если он, как бы, спасая себя ведет дело, то понятно, что, да, какая там, объективность и какое следует, вот, ну, это прокурор немецкий его восстанавливает, тут Матюс говорит, это, типа, Тимонькин специально разыграл игру, чтобы помешать эстрадикции, прокурор говорит, стоп, вы не имеете права обсуждать вопросы эстрадикции, у нас, ну, это не тема допроса, да, вы не можете выходить за пределы тех вопросов, которых вы прислали, да, ну, Матюс умный мужик, быстро реагирующий, сразу все, сразу все, извините, все, все, значит, они встали, ушли, мы же этот протокол должны вычитывать, то, что наговорили уже второй день, а второй день быстрее шло, знаешь, первый день пока раскачивается, но второй день уже так много наговорили, да, эти комиссары нам говорят, это сидела главный комиссар полиции, в Либренденбург, сейчас как-то одна... Это начальник следственного управления, по-настоящему, да? Да. Областной прокурор? Не областной, а областной полиции, криминальной полиции, это криминальная полиция. Одна старшая, это гаупт, да, комиссар, а это, значит, одна главная комиссар. Женщины такие худенькие, скромненькие, в ситцевых блузочках, скромно одетые, то есть так очень... На машинах приезжают, но, в общем... Гоголь, да, не Мерседес, конечно, да, конечно. Вот. Мы начинаем что-то вычитывать, они нам говорят, знаете что, давайте мы сейчас... Они еще не успели набрать, там еще диктофон работает у них, да, давайте еще нам будете сидеть, вы едете, утром приезжайте, значит, и... Вы читайте и подпишите. А Игорь должен был улетать вот этим самолетом, ну, утренним, то есть это там в 11 надо быть, в 10, когда вы прилетаете, ну, да, ему там надо быть в 10 часов в аэропорту уже. Я говорю, да, вот ему надо быть в 10 аэропорту. Он говорит, хорошо, давайте в 7 утра. Ну, тут вообще, Игорь, там, у него аж слезы на глазах. Все утро приходите, мы придем. Мы говорим, ну, а сколько? Ну, в общем, мы говорим, ладно, давайте не в 7, давайте в 8, там, в общем, к 8 мы приехали, все это вычитали, подписали все бумаги, и все, он поехал в аэропорт, да, я поехал со своим немецким адвокатом, он меня привез сюда уже. Ну, вот был такой этот экспириенс, и буквально через 2 недели мы получили уже повторное письмо от прокурора, что она не будет поддерживать всю эту фигню, да, и что, по ее мнению, я никакой не член преступной группы из того, что она послушала, ну, и ссылается на решение этих судов по состоянию тюремной системы в Украине. Я не могу говорить слова, потому что слова, которые нельзя выговорить, да. Ну, и буквально там приходит еще неделя-две, там, и я получаю уже решение суда, что отказать. В Астрадиксе отказано. Ты подал документы на вид на жительство? На вид на жительство, да, я в процессе рассмотрения. А что с Интерпол? На Интерпол мы тоже отправили документы. На спаривание? Нет, не на спаривание, смотри, там нет объекта розыска, вот у меня есть адрес, я зарегистрированный официально. В полиции, я прописан здесь, в этой квартире, у меня снято квартира, да, там, я уже работал там. Ну, если ты, например, полетишь во Францию, ты должна границать. У меня снова, если я полечу самолетом, а, ну, у меня тут нет контроля. Нет, в Франции нет, если, например, в Россию, хорошо. В Россию, по идее, они меня должны, поскольку я под Интерполом. Мы подали апелляцию в Интерпол на снятие, почему что нет объекта розыска. Ну, вот, известно, где я есть. Вот я живу, вот у меня квартира, да. Здесь вопросы задавайте. Да, пожалуйста, вот мои телефоны, вот мой имейл, да, вот я работаю. Аккаунт на Фейсбуке. Почему у тебя нет аккаунта на Фейсбуке? Ну, открою, открою. Сегодня. Хорошо, откроем место, да. Поэтому вот так. Это процедура, это там где-то с полгода там это все длится, там они неспешно работают. Ну, тут, скажем так, на бытовом уровне там сотню слов знают, да, в сочетании с английским, в общем-то, хватает. Я начинал заниматься, кстати, вот интересно, я пошел в эту Deutsche Academy, да, учиться здесь рядышком. Группа 10 человек, вот как, кто учится, вот состав группы из 10 человек. Смотри, 5 человек, Южная Корея, 2 китайцы, 7 человек. И учатся железно, вот все, что сказали, сюда в зубу кладу и все знаю, да, то есть это... Сегодня и завтра. Да, все, вот каждый день, где приходишь, они все знают, да, вот. Причем знают, так от зубов отлетают, да. А я так не могу, я в языке, в общем, довольно тяжелый, да, был. Мне надо как-то... 55 человек учил английский. Смотри, я плавно вхожу, потом ускоряю, да, а вот так вот каждый день, как дык-дык-дык там. Я, смотри, я за школу выучил один стишок, «Белеет парус одинокий», да, то есть моя учительница, это Эллиска, она подозревала серьезно, что у меня какое-то серьезное генетическое умственное заболевание. Притом я очень много читал и все знал, да. Но вот стихов я... Я могу, я прекрасно запоминаю все, что имеет какой-то смысл, да, логический, взаимосвязь, да, какая-то функциональная. А вот просто так вот отторобанить текст я не могу. Хорошо. Какой-то эпизод вот этого прошлого, он подведен, я не могу сказать, что он закончен, из мозгов все не выкинешь, подведен. Что, что, что будет завтра, чем ты, чем ты живешь, чем ты живешь сегодня и что будет завтра? Вот как тут... Ну, у меня сегодня такой транзитный период, да, то есть, ну, понятно, активно занимаюсь спортом, там, пять раз в неделю зал. В зале быстро хожу на дорожке, да, то есть, я хожу в зале два раза, два километра до, два после тренировок. Есть какой-то круг общения уже, друзья, товарищи, приятели. А возраст, социальный статус кто это? Кто эти люди? Социальный статус... Кстати, достаточно пестрый возраст от 30 лет до 55, вот так сказать. То есть ты самый старший? Да, я самый старший, ну, я, в общем, не выгляжу сильно старше, и, наоборот... Ты молодой папа, ты обречен быть молодым. Кстати, с одного, вот у меня первые друзья появились, мы познакомились на детской площадке, я пришел туда. Там, первый же вечер в песочнике, дети что-то ленивые говорят. Там чудесная площадь такая, кстати, сходим, я вам покажу, очень уютная, чудесная, фонтанчиком там, песочничек, детки играются. И мальчик такой какой-то, у него машинка. Даня там, и мама ходит рядом. А мы такая, ну, я подумал, что или немка, или полька, да, такая блондинка, такая аккуратненькая, статная, да. У Даника это машинка, у того мальчика машинка, что-то они там пытаются... Потом тот начинает драться, Даня тоже начинает с ним драться, в общем, крик «вои». И тут мама подбегает к мальчику, что Денечка, не дерись с мальчиком. Я говорю, товарищ, да, мой. В общем, мы разговариваемся, она из Москвы. Вот, на следующий день мы опять там гуляем, приходит ее муж Боря, и мы с ним знакомимся, да. Борька такой интересный парень, он был директором интервидения в Москве. Да, и там он с ним познакомился, Таня работала в юротделе, поженились, он ее привез с себя, родили Денечку. У Борьки тоже такая жизнь, такая, для детективного романа, да. А здесь безопасно, наверное? Да. Вот, кстати, у меня первая эта реакция была, Таня сказала, она говорит, знаешь, я после Москвы первый год, мне было скучно в Берлине. Я как-то не могла, ну, оценить. А потом, говорит, вот через год с меня как бы спало вот это напряжение, когда в Москве ты все-таки вот как-то, ты подспудно, ну, особенно Москва же такая энергетический город очень, да, он поддавливает раз, а во-вторых, ты как бы, ну, опасаешься каких-то там неприятностей, да, там, ты напрягаешься, когда милиционер к тебе подходит, да, потому что ничего хорошего не ждешь, ну, и так далее. А потом через год меня вот отпустило. Вот, как я говорю примерно, когда я прочитал, что там снимает прокурор, вот тебя попустило, ты понимаешь, что в принципе система работает спокойно, доброжелательно, без лишнего, ну, вот я прописывался, знаешь, сколько заняла прописка, да, там, ну, минут 15. Ну, я подождал очереди, там, электронная очередь, да, там, 30 минут подождал, да, после чего, там, за минут 12 или 13. Получение налогового кода 7 минут на всю семью, да, там, social security number. Три. Нет, ну, 7 минут, примерно, знаешь, пока там, здрасте, там, вот она ведет, там. При этом, вот, что интересно, что каждый занимается, это закон, это правило немецкое, бюрократии, никто не лезет в чужую, то есть не бывает такого, что ты приходишь в этот офис, ты хочешь получить налоговый номер, как бы у нас все начинают, а где там ваша, там, документ какой-то, там, ну, там, или еще что-то, там, а почему, там, что-то нет, вот паспорт есть, есть, все, тебе дают номер, хочешь получить, ну, получай, их даже не интересует, а почему ты здесь, да. Да, ты же хочешь налоги платить, правильно же, да, там, получай, да, там, какая проблема, да, там, ты потерял эту башку, на тебе новую, да. Сомненько ты налоговый платил? Ну, когда я работал, платил. Мне разрешили работать, я когда пошел получать, вот, первый момент, когда я пошел пооформлять, ну, подавать, я вообще мог бы жить, вот, понимаешь, у меня интересность, мне вернули документы, да, поскольку меня арестовали, мне в компьютере нет, я вообще в Германию не въезжал, то есть я, как бы, человек мистер Икс, и вот... Ты в воздухе сейчас между Израилем и Германией... Ну, сейчас уже нет, я засветился сам, а если бы я не засветился, я бы так мог бы 20 лет жить, ну, грубо говоря, там, не дерись на улице, не попадай в полицию, да, 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 понимаешь, не бей, не бей морду полицейскому, да, я получил права поменял, получил немецкий, да, то есть у меня есть удостоверение, есть, вот права, там, нормально, с фотографиями, поэтому, ну, я пошел, когда уже, то мне сразу дали, там, попросили принести какие-то документы, могу работать, я устроился. Потом, через 5 месяцев мне сказали, что нет, ты все-таки, ну, как бы, ошиблась коллега, там, нет, ну, хорошо, нет, я перестал работать. Давай расскажу про налоги, это вообще интересная система, 2000 евро зарплата у меня, ну, чтобы вы понимали, что если ты кончаешь университет, твоя первая зарплата будет, ну, там, от 1500 до 1800. Пациентское страхование, безработица, по уходу за пожилыми людьми, когда ты будешь этот накопительный, да, там, пенсионный фонд и налог. В этот момент еще налоги не очень большие, да. Теперь по итогу года ты можешь подать декларацию, вот у меня трое детей, значит, там, на ребенка положено, там, по 250 евро в месяц, ну, как бы, как, нет, ну, во-первых, да, деньги положены, если ты их не получал, ты можешь, как бы, снять, снять с налогов. То есть, по сути говоря, при трех детях, при такой зарплате, мне потом через год все вернуть, да, весь мой этот налог. Но вот смотрите, какой парадокс. Предположим, вот мы представляемся, да, там, ты начинаешь работать, активно делаешь карьеру, тебе, там, 10 лет проработал, у тебя же подок 5000 евро. Это такая, это нормальный, хороший путь, да, это не массовка, да. Да, это ты хороший, ты хороший парень, умный, или хорошая девушка умная, да, ты ориентирована на работу, там, ты 10 лет проработала, сделала определенную карьеру, ты, там, руководитель какого-то управления уже, да, у тебя сплата 5000 евро. Полная катастрофа. Ты из 5000 евро на руки получишь примерно 3000. При этом тебя выбрасывают с государственной страховки бесплатно, и ты должен сделать частную страховку. Как только ты получаешь больше 53 тысяч евро в месяц, в год, да, ауфидерзен, ауфидерзен, 5000, ауфидерзен. Что такое ауфидерзен, ты, значит, вот если еще семья маленькая, так, а вот, например, там, вот моя семья, да, значит, взрослому человеку, вот мне бы страховка стоила, ну, где-то 800 евро в месяц, там, жене 600 и детям по 250. 600, 800, это, ну, понятно, да. То есть почти вся зарплата улетела, да, осталось 700 евро, там, уже на квартиру. Ну, там, можешь снимать квартиру на окраине бензина. Да, получается парадокс. Значит, дальше, как бы, уровень жизни возвращается, тебе надо получать 1010 евро в месяц. Официальный зарплат, тогда тебе будет хватать, как бы, когда тебе все это повычитают, да. То есть вот эти вот рост, вот это... Государство таким образом стимулирует среднего человека с двумя-тремя тысячами евро. Ты понимаешь, оно стимулирует, конечно, кучу, вот, там, всяких социальных помощей, и включая этих иммигрантов, но оно, конечно, не стимулирует быть, рвать жилы для карьеры. И это очень видно сегодня, и это, ну, это и хорошо, и плохо, да, это хорошо для человека, который хочет делать... Это плохо для человека, который делает карьеру, хочет продвинуться. У него будет какой-то момент очень критично. То есть если жена не работает, да, понимаешь, да, вот если работают вдвоем, ну, как-то, ладно, переживете. Значит, либо ему надо двигаться дальше, а вот оставаясь на этой позиции, он просто теряет. В результате у них вот очень высокий уровень вот такого даже не middle management, а вот даже такой вот низкий уровень исполнителя, да. Там очень много людей, которые особо не стремятся, потому что они понимают, да, что они как бы... Им нет смысла особо стремиться, да, да. То есть когда они начинают считать, а чего я буду упираться? Вот очень высокие, вот мне приходили там, ребята там, ну, вот, зеркала цепляли, например, да, чтобы понимать, там, телевизор вот на стенку вешали, да, там, что еще, стиральную машину прикрепляли, да. Приходят два парня всегда, да, высоких, больших. В этой светло-серой такой, белая светло-серая одежда, да, у них. У каждого в руках там два чемодана. Значит, они приносят с собой пылесос обязательно, да, там. Вот если они что-то сверлят, у них свой пылесос, они тут же это все вымыли, чувствовали, зеркало повесили, у них с собой вот эта пшикалка, бумага, тряпка, все протерли, зеркало сверкает, все сложили аккуратно. До свидания, 5 евро на пиво, о, большое спасибо, и ушли. То есть вот уровень, то, чего у нас нет, понимаешь, просто уровень людей вот с улицы в простых работях, он очень высокий, конечно. И это, ну, мощнейший фактор в Германии, собственно, это даже не средний, нет, это же, это же, это голубые воротнички. Но они такие, у них лица нормальные, понимаешь, да, они с достоинством работают, вот. Ну, смотри, говно выгребают, действительно, это, как правило, восточные люди, ну, вот, например, мусорщики, да, но это очень высокая зарплата, и туда невозможно устроиться. То есть на самом деле это... Высокая зарплата выше, чем 3 тысячи евро? Конечно, говно выгребают, это 5, 7, 8, это много. Это хоро, официально абсолютно, конечно. Не, тут, смотрите, тут очень правильно это организовано, там, если никто не хочет, то мы платим деньги, и будут люди, которые хотят, да, и с удовольствием это делать. Да, тем более вся эта инфраструктура хорошо организована, и, в общем, ну, как бы ты там во мне не ковыряешься. А здесь комьюнити русскоязычное, украинное различное? Смотрите, русскоязычное, вот официальное, скажем так, бывшее граждан СНГ, официально прописано в Берлине, порядка 350 тысяч человек. Я думаю, что еще 1100 неофициально. Неофициально, вот из этих неофициальных большая часть это украинцев, да. Вот убирают квартиры, вот это все, это вся работа, уход за пожилыми, это все хлеб, в основном украинский. Строители? Строители нет, строители, раньше были турки. Смотрите, Берлин после войны восстановили турки. Турков в Берлине больше миллиона человек. Это самая мощная комьюнити, и они, в общем-то, заслужили, потому что... Сходим шоу? Сходим. Какая хорошая шоу? Ну, далеко, изумительно. Очередь стоит, да. Скажи мне еще возвращаясь... А сейчас поляки, я просто не кончил это. Сегодня это больше всего строители, это поляк. Ты крепко попал в Дельта-банки. Сколько ты потерял? 12 миллионов гривен. Что-то отдается, не отдается. Как ты креатуришь свою психику после такого луза? Ты сейчас, в принципе, в тренде подъеме. Я чувствую, я тебя знаю давно, вот я чувствую, ты расцветаешь, ты адаптировался, ты позитив, дети, спорт, воспитание, документы, ты чем-то интересуешься. Вот как ты вытянул себя из этой жопы вообще? Не, ну шаг за шагом. Ты знаешь, как падай и вставай, мы растем. Да, это такой великий принцип. У меня было когда-то, кстати, в Советском Союзе, я так успешно делал карьеру, там диссертацию защитил в 30 лет, ну в заочной аспернатуре, ночами там писать ее, да, все, хорошую диссертацию написал. Там стою в резерве ГАСНАБа Украины на рост, стою в очереди в партию, вот завтра, да, там. А перед этим я за год ей дал разрешение, моя первая жена с сыном, она вышла замуж, уехали в Америку, ну, через Израиль. С Марком. И я дал разрешение. Все, типа, все хорошо. И появляется анонимочка на Брежнева. При этом, ну, я знаю, кто писал анонимочку, да, и у этого человека был, ну, скажем так, московский любовник, который дружил с Александром, он был такой помощник у Брежнева. То есть анонимочка действительно с контролечкой попадает в Брежневу, и Брежнева на ней ставит подпись, и пора забраться там. И со мной разбираются, да, меня, там, я там, выгоняют меня из всех общественных организаций, вот. Но я работал в этом объединении вычислительных центров Гаснаба Украины, к чести людей, там, руководителей. Кстати, начальник первой части, Козин. Такой мухомор позвал меня, говорит, Боря, говорит, ты никуда только не дергайся. Дали мне переписать личное дело. Представляешь, вот он меня позвал, к себе пришел кадровик. Ну, если сравнивать тот ЛУЗ и этот, это же несравнимая вещь. Как это? Ты подумай. Ты, вот, то есть ты сделал огромную работу, да, ну, стал получать, там, я, конечно, мог, там, типа, 220 рублей. Это Советский Союз, я не могу получить, я не могу купить квартиру, да, там. Я всю жизнь жил, у меня первая отдельная квартира появилась в 33 года. Я родился в общей квартире. Ты не убеждаешь, что рак, арест на границе с этим, потеря всех денег. Не всех, но... Ну, большого количества денег. И это все меньше, нежели там... Да, по остроте впечатления меньше. Меньше. Тогда мне казалось, все, жизнь закончилась, понимаешь? Так ты не жил. Примите Рабиновича в партию, помнишь, как это, да, анекдот? Нет, ну как, ты понимаешь, это же, как вот, это же стена. Ты не в партии, ты не можешь получить квартиру, вот, ты будешь жить в общей квартире. Это кошмар, да. Я собирался вполне, будучи кандидатом в наук, там, заведующим в бюро, там, я совершенно серьезно собирался все это бросить и пойти куда-то в Шарашкину контору зарабатывать деньги, да. Вполне серьезно. Ситуация же поменялась, да, там, развалился Советский Союз. Извините, но это поменялось, смотри, все это проходило где-то в 81 году. Сначала она мне написала анонимку ВАК, и я ездил на черную, на вторую защиту ВАК. После черного оппонента, да. Потом появилась анонимка Брежнева, меня отовсюду выпулили. Потом, подожди, через год еще, там, у нас был такой отдел критический, это был отдел оперативного контроля поставок металлопродукциям, из которого выгнали одного начальника, потом второго, потом уже позвали генерального, сказали, что если вы эту систему не сделаете, мы выгоним, типа, тебя вместе там со всеми, да. И мне предложили этот отдел, потому что туда уже никто не хотел идти. Когда я согласился и пошел, пошла третья анонимка, да. И слава, ну, как бы, спасибо там, ну, руководству и мостовому. Пошел генеральный к мостовому, тот сказал, что парень хороший, хороший. Так, пускай работает, да. И вот это я начал каторжную работу, по трое суток, бывало, не выходил. А как сейчас должна поменяться ситуация, чтобы твоя ситуация изменилась? Я даже не знаю, я как-то скептично смотрю, там, как можно поменяться. Все же есть какие-то? Не вижу. Не вижу. Понимаешь, так как вот то, что развивается в Украине, мы понимаем, да, ничего хорошего. Вот для Украины то, что сделали, когда поменяли систему после Кучма, да, на вот парламентскую, президентскую республику, это система, которая не может работать в Украине, в принципе. Потому что, что есть коалиция, это нужно с бандой воров договориться. Каждому отдать какое-то кормилово. А если ты уже отдал целые отрасли на воровство, так ты же себе тоже, ну, глупо, да, ну, какой же я идиот, я себе возьму шоу-то, ну, и все, вот. При этом действительно проблема, вот Гренив ушел, сделал заявление, да, что как бы полностью потеряно доверие к власти от народа, это действительно ситуация кризисная, она такая предреволюционная, да, то есть в результате революции к власти приходят самые популистские подонки, да, не дай бог. И мы видим, это же очень уже реально, потому что вот, что происходило с этой блокадой, полный бред, да. А почему тебя, вот, тебе в той ситуации, ты же очень влиятельный человек, многим помогал под бизнесом, все знают. Ну, не знаю, я вот, у меня есть такое качество, оно может быть нехорошее, я не могу просить, да. Вот я никогда в жизни не просил, и просить не просю, и просить не буду, да, никого. И, ну, ты понимаешь, да, весь политический контекст, в котором я оказался, да, тут как бы хватает со всех сторон, так, людям обвинений там в чем-то, да. Когда они спрашивают этих следаков, они все говорят, да, там кошмар полный, да. Ну, человек же не держал меня свечку, не стоял со свечкой во время моей работы там. Я, в общем, это понимаю, да, я так, ну... То есть я каких-то... Таких, что, да, там, суки продали, у меня такого нет абсолютно. А с кем ты навсегда потерял отношения? Ты знаешь, ни с кем. Ни с кем не потерял. То есть, в общем-то, если кому-то звоню, все охотно отвечают, там, что-то, смс-ку посылаю, поздравить, поздравляю, ответ, ну, это как раз. Там, госслужащие так ведутся более сдержанно, но тоже, в общем-то, не... А, нету такого пенсионного настроения, типа, все, я уже свое отработал, и... Да нет, ну, че, ну, я думаю, в течение полугода там. Я уже начинал работать, да, пока мне там не разрешили сначала, а потом не разрешают. Нет, естественно, и буду работать, и каким-то бизнесом займусь тоже. Часто общаюсь, советую с ребятами. Ну, как бы опыт есть, могу действительно что-то и подсказать, посчитать быстро. Ну, я работаю, я председатель НАПСОвета, это бюро кредитных историй, это интересная тема бывает. Я говорю генерально, вот знаешь, такой там ментор, которого вот есть же такая на Западе практика, человека с опытом берут, там, НАПСОвет, или там независимо... На мой взгляд, это одно из моих сильных качеств, я могу внимательно всех выслушать, да, я объективен, да, там, я, как это... Мне все равно, чего это решение, я постараюсь, ну, как бы, признать лучшее, да, и, там, поддержать его, найти какой-то компромисс. Как говорил, как Тимонькин говорил, что наша сила беспринципности, да, там, важно. Как только ты заматериал в каких-то там идеях, оно сложно работает. Как выглядит идеальный день Тимонькина вот через год? Где, сколько? Рио-де-Жанейро, да, с утра вышел, белые штаны, тапочки, да, побрелся. Мартини, компарик. Легкий компарик, да, с утра, с утра не выпил, день пропал, да. Потом прошел все... Не, это серьезно, ну, вот как бы ты хотел жить, вот вообще, вот идеально, вот вообще-вообще-вообще? Я вообще не шучу, смотри, нормальный человек, он же, он должен быть ленив, да, это вообще... Я первый год, когда вот я в Израиле был, я просто кайфовал, да, я очень рано, как бы, так стал, ну, там, 18 лет я был женат, ребенок, 20 лет, папа умер, ничего, ну, так. Я 6 лет подряд, заработки строят, ряды, там, разгрузки, погрузки, ночной сторож, повышенная стипендия, хостема, там, потом вечерняя аспирантура, ну, я, в общем, там, катаж наработал, да, там, да, сейчас уже надоело, я говорю, год, вот, год, да. И вот через год, там, все проблемы позади, там, там, поджопой немецкий паспорт, там, фунт, паспорт... Нет, ну, немецкий паспорт, ну, паспорт, ну, право на жительство, да. Видно жительство с какой-то перспективой получения, все-таки, этого, этой истории, да, там, дети здесь, я так понимаю, дети, дети будут здесь. Ну, конечно. Ну, вот, детский сад, школа, они же пойдут в школу теперь. Детский сад, школа, да, ну, не знаю. Сколько надо работать? Займусь наркотиками, ну, займусь всем таким-то полезным, приятным для, ну, совращением малолетних, да, ну, надо, что-то, соответствовать образу, понимаете. Так что, планов громадью. Я вот рекомендую очень, я сейчас дочитываю уже Билла Клинтона, здоровенная книга. На самом деле, человек, который 10 лет был выбранным штатом, а там губернатор на два года выбирается всего, я не знал. И два президентских срока, и это очень интересно. Вот сама технология, это надо почитать, потому что мы какие-то знаем там, ну, там, бытовые подробности, но это здорово, как вот эта вся система работает. И, конечно, ты, когда это прочитаешь, ты значительно спокойнее относишься там, ну, там, кого бы ни выбрали, да. То есть есть государственная машина, которая работает, да, то есть есть всегда мощная оппозиционная партия, которая там следит за каждым шагом, да, есть мощная недоброжелательная пресса. Очень тяжело, невероятно. Ну, у нас сегодня тяжело, но там очень-очень тяжело, конечно, политику работать под микроскопом. Но сама для меня было откровение, вот его жизнь, да, вырос там в маленьком городке, там, ну, в доме, дети, там, друзья. И эти друзья шли с ним по жизни. То есть люди, которым он там учился в школе в начальной, там, работали в аппарате Белого дома, включая там первого руководителя аппарата Белого дома, да, то есть огромный круг друзей, который поддерживается. А политику исключаешь, что ли? Как рот занятий? Да, исключаю. Почему думал? Три секунды, пять. Ну, я всегда думаю, это полезно думать, прежде чем говорить. Ну, ты так знаешь, что ты так затянул меня, что все-таки какие у тебя были? Что было в ЗАРТ? Ты знаешь, что никогда не. Бессмысленно совершенно, бессмысленно, кем? Депутатам, ну. То есть я уважительно отношусь к профессии. Политика – это тоже профессия, да, для того, чтобы ты там развиваешься, ты должен саг-жасагом завоевывать связи, доверие, там. Хороший крест, но не мой. Ну, он и не хороший, и… Не мой. Да. И смотрите, украинская политическая система, на мой взгляд, там, лишает, вот, действующая, да, парламент, парламентская, президентская республика, она решает государство будущее. Что такое парламент, да, это банда людей, пришедшая там, разноинтересная. Тебе надо создать коалицию. Как? Только методом договоренности. Ты воруешь тут, ты воруешь. Каждый приходит, дай мне что-то кормилово какое-то, да. Ну, если ты всем дал, так и себе надо что-то взять, но это, как бы, тоже не идиот, да. Предлагать президентскую, ну, не знаю, смотрите, как это всегда. Главный лозунг – это «Прости, Данилыч», да, потому что Кучма оставил страну на подъеме, да, перестроил систему политическую. Второй срок Кучма – это, там, образцовое развитие страны по всем показателям. Дальше, пятый год, начался популизм, да, там, гривну укрепляем, зарплату бюджетника на 50% повышаем, да. Ну, и, как бы, налетаем на кризис, да, пузырь надули, пузырь лопается, хуже, чем, да, в странах вокруг нас. Ну, и пошло, так. Каждый раз, две, пятый год, помните, остатки профессиональных чиновников выгнали, да, новые зашли, новый молодняк заходит, просто ворует остервенело, да, это, как бы, к сожалению, да. Есть какие-то люди идеалистичные, это, но они, как правило, там, страдают нехваткой организованности, там, трудолюбия, умение сосредоточиться на чем-то, да, то есть это огромная разница между, там, хлестким лозунгом и… Помните, в Москве был мэр Попу, да, яркий парень же был, да, профессор, очень интересные статьи были, ну, до развала Союза. Первый мэр, у него ничего не получилось, абсолютно, пока не пришел, сел крепкий хозяйственник и стал работать. Подписывайтесь на канал «Вегущий банкир», да, и он вас познакомит в каждой передаче с каким-то интересным человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова